Всем привет! Мы с Никитой сегодня вышли на прогулку, и прикиньте, какой туман! За всю зиму такого тумана не было, но сегодня он есть, большие осадки, и наш парк, в котором мы гуляем, он превратился в сказочный лес. Так красиво, белок не видно, но вот просто такая белая пелена, и еле видны деревья. Круто, да? А вот Никиту мы надели на него рюкзак, надели на Никиту рюкзак. Там лежат салатики. Да, мы соблюдаем пост. Да, мы соблюдаем пост. Решили с Никитой похудеть, постройнеть, поправить здоровье, оздоровиться. И отказались от продуктов животного производства и от мяса, естественно, от рыбы. На 7 недель, что ли, полтора, два месяца. 48 дней. Да. Чисто 48. И, короче, мы с Никитой оздоравливаемся. Я уже один килограмм веса потеряла, Никита тоже. Вода ушла. Да. Так что мы стройные. Кстати, 9 утра, посмотрите. Нереально. О, привет. Ветер дикий. На улице дикий. С 8 марта. С 8 марта. Никита меня поздравляет с 8 марта. У меня букетик. Было так ветерно. Он, смотри, как смелся. Это он смелся, да? Он был нормальный, и там такой ветер, знаешь, как бы, что... И вот ты, короче, идешь. Да, Никита принес креветочки. Сейчас будем жарить. Мы празднуем 8 марта. Да, приготовили, значит, такой интересный обеда-ужин. Это у нас жареные креветки, маринованные в соусе, васаби, немножко в оливковом масле, в соевом соусе, с чесноком, базиликом или базиликом. Я, короче, все, что можно было туда напихала. Я надеюсь, будет вкусно. Также у нас салатик огурец-помидор, фасоль, кукуруза и авокадо, белое вино. И Никита подарил шикарный букет. Будем так отмечать 8 марта, потому что в этом году мы с Никитой на посту. Нам нельзя есть мясо, нельзя ходить в рестораны, кушать всякие майонезы. Единственное, как мы себя решили порадовать, это поесть морепродукты, которые разрешены на посту. Так что с 8 марта меня... Никита, спасибо тебе. Спасибо тебе. Ну-ка. Спасибо, Марта. Спасибо, Марта. Да. А еще Никита испек хлеб. Абсолютно сам печет хлеб. Никита, тебе нравится? Блин, да. Тут черного... Вообще нормального хлеба здесь нету, поэтому когда сам делаешь хлеб, он более-менее. Давайте я попробую креветку. Мне вот интересно, вкусно, нет? Попробую. Солененько. Вкусно, да? Давай, Никит, с праздником. А креветка с хлебом еще вкуснее. Да? Да. Ты хотел сказать тост? Да. Нашу красивую сексуально-обаятельную Риску, чтобы она всегда была такой нежной, творческой, обаятельной и привлекательной. Я тебя люблю, Рис. Да. Ура! Всех женщин с 8 марта. У нас идет снег. Неужели? Поздравляйте нас. Марк. Уже весна и только вот пошел снег. Конечно, он бывал у нас, иногда шоу. Вот. Ну, а сегодня прям так активно мы с Никитой вышли в магазин, как обычно, с тележкой. Будем много чего покупать. Идем и наслаждаемся зимним настроением, зимней погодой. Да? Да, очень хорошо. Никита укутался, как лялька. Я тоже. Малютки. Приход весны в США может различаться в зависимости от географического положения и климатических условий регионов страны. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси весна может наступить достаточно поздно. В апреле может быть все еще холодно и снежно, а настоящая весна начинается в мае. Но в этом году весна нас порадовала в середине апреля. Весной во многих регионах США черепахи начинают проявлять активность и занимают места на теплых камнях или на берегах водоемов, чтобы накопить солнечную энергию в своем организме. Это помогает им поддержать оптимальную температуру тела, что позволяет им быть всегда активными и энергичными. А вот однажды мы увидели огромнейшую черепаху длиной больше метра, которая плавала в нашем местном озере. Вечером прогуливаясь в парке мы встретили большого черного кролика. В США кролики являются распространенными дикими животными и встречаются практически во всех частях страны. Никита попытался подойти к нему поближе, но кролик быстро умчался вдали. Очень часто на вечерних прогулках мы встречаем енотов. Они обитают почти во всех частях страны, от побережья до внутренних штатов. Их адаптивность к разнообразным средам позволяет им выживать как в городах и пригородах, так и в дикой природе. Еноты – ночные животные. Они обладают достаточно развитым интеллектом и адаптивным поведением, что делает их успешными обитателями в любой среде. Еноты известны способностью использовать лапки, как руки, что позволяет им исследовать окружающую среду и добывать пищу. А вот здесь пасутся гуси на лужайке. Кстати, именно эти довольно крупные. А еще в Нью-Джерси мы однажды увидели попугаев. Никита мне говорил, что на парковке у торгового центра летают стаи этих птиц. Но я подумала, что, возможно, мы перепутали их с обычными птицами. А сейчас увидела их вживую и очень удивилась. Ну что, доброе утро, мир! Никита, скажи всем привет! Всем привет! Мы с Никитой вышли на пикник с видом на Нью-Йорк. Офигительный город. Только почему-то сегодня небольшой смог. У нас такой пикничок, посмотрите. Взяли с собой турецкие сладости, кофе и ананасы. Свежий ананас. Сейчас нальем кофейку и будем кушать. Такого доброго утра! Доброе утро, мир! Всем, кто заводит на работу? Да. Нашли у нас дома вот таких два термоса. Для каждого свой. Один для Никиты, другой для меня. Я не в силах. Давай, Никит. На руки бандит. Сейчас Никита откроет. Тяп. Все, давай наливай кофе. Что мне развило? Ну и вот вам утренняя кружечка кофе. С видом на Манхэттен, на Нью-Джерси. Вот так вот мы кайфуем. Всем привет, друзья! Сейчас мы находимся в Японии на цветение сакуры. Мы находимся все так же в Нью-Джерси, в Америке. Я была удивлена, когда впервые увидела такие красивые деревья. Не знаю, как они называются. Напишите в комментариях. Но цветение просто какое-то фантастическое, как и сказки. Вот реально чувствую себя, что я в Японии. Сакура, или цветущие вишни, имеет огромное значение в японской культуре и считается символом красоты, возвышенности и временной природной красоты. В Японии традиционно проводят праздники цветения сакуры. Люди собираются в парках и садах, чтобы насладиться ее красотой. Сакура появилась в Америке благодаря различным историческим и культурным событиям, включая дружеские и торговые отношения между Соединенными Штатами и Японией. Одним из важных моментов в истории появления сакуры в Америке был подарок японской правительнице Митсука Киташера городу Вашингтону, округ Колумбия, в 1912 году. Япония подарила США 3000 деревьев, которые были высажены в национальном мемориале сакуры. Это событие символизировало дружественное отношение между двумя странами. А еще в Америке мы отмечали Пасху. На петле много маленьких творожных куличиков. Получилось очень вкусно и красиво! Папа, папа-рапа, папа, папа-рапа, папа. Папа, папа-рапа-рапа, папа-рапа-рап оттен Om в последнемме.